В регионе наконец-то стартует проект Тай Джекет Файтс Битва тесных пиджаков Я решил пробовать себя в ММА Привет всем любителям смешанных единоборств Рады приветствовать вас на канале Дневник ММА И я Ольга Зигангирова Сегодня расскажу вам не просто интересные новости А исторические А все потому что в регионе наконец-то стартует проект Тай Джекет Файтс Битва тесных пиджаков Для кого этот проект нужен? Зачем? Это мы уже узнаем скоро Но к слову скажу, что проект уникальный И он проходит под эгидой двух областных федераций Смешанных единоборств и панкратиона Но что я точно обещаю вам в конце этого выпуска Мы узнаем именно тех счастливчиков Которые попадут в состав тех команд Которые в скором времени встретятся в финальных поединках Все? Стартуем! Все вопросы Спрашивайте фамилию И ставите им по десятибалльной системе оценки Там удары руками Как он руками работает Как ногами Как ногами Говорите Поработай коленями Поработал локтями коленями И отметили Евгений, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в чем суть проекта? Ну мы, так как получается очень большой сейчас из-за карантина простой У всех спортсменов Ребят, которые хотели бы возобновить карьеру У них нет возможности никаких стартов проводить сейчас Из-за ковидных ограничений Мы решили попробовать проект для ребят, так скажем Кто профессионально не занимается спортом Не являются атлетами действующими Хотели бы провести сегодня небольшой отбор Проверить их физические кондиции Провести небольшое собеседование Сделать, может быть, какие-то учебно-тренировочные поединки для них В клетке Для того, чтобы они могли кто-то возобновить карьеру Кто-то форму прийти, выступить Просто пар выпустить, адреналин хапнуть Сколько человек ожидается? По спискам было 20 Посмотрим, сколько пройдет А вообще будущего проекта Вот финал В чем суть финала у нас будет заключаться? Суть финала Ну, в том, чтобы найти, помочь ребятам Возможность выступить где-то Какое-то внутреннее стержень обрести Развитие спорта, популяризация его А вот планируете Мы, значит, проведем первый, так сказать, кастинг Вообще в будущем планируете? После Нового года или потом? Да, посмотрим, во-первых, как пойдет Какая будет реакция публики и аудитории Потому что это еще проект Рассчитанный на вовлечение определенного количества людей Если будут зрители И, значит, будет видно, что проект пошел Требуется еще, еще, еще продолжение А как вообще возникла эта идея? Это Виктор придумал Все, хорошо, спасибо Дмитрий, здравствуйте Скажите, в какой роли вы с ним выступаете здесь? Добрый день В качестве жюри А тренера? Тренер будет Иван Еременко И Александр Лунев от клуба «Неудержимый» И от клуба «Балтийские медведи» будет Иван Ионичев Расскажите, что ждет ребят после кастинга? После кастинга их ждут упорные тренировки То есть они потянут жребий И распределятся, как вам они будут в клубе Или «Балтийские медведи» или «Неудержимые» Я правильно понимаю, что желающие принять сегодня участие в кастинге могли выступить любые спортсмены любых видов единоборств? Все верно Этот проект больше сделан для тех людей, которые хотели всегда себя попробовать в единоборствах Но в силу своей работы, занятий, они сейчас могут раскрыться То есть абсолютно все могут участвовать Повара, строители, механики Мы дали рекламу и человек будет выступать с равным соперником Хорошо, спасибо Здравствуйте, представьтесь Здравствуйте, Даня Как вы узнали о кастинге? В интернете увидел, банально все Чем занимаетесь? Ну так, боксом недолго Ну как недолго, сколько? Месяца два Что ждете от проекта? Не знаю, по словам поучаствовать, себя проявить как-то Страшно? Нет, не особо Ну немножко нервничаешь? Есть немного Что ждете от проекта? Ну впечатления, эмоции Ну страшно же хоть немножко Ну эмоции, это эмоции впечатляют Остальное как бы сопутствующее Готовились к кастингу? Ну естественно Что делали? Тренировался Спали? Ну сегодня, да Представьтесь Климничный Егор Чем занимаетесь? Боксом А что вы здесь делаете? Я решил пробовать себя в ММА Формируем две команды Которые Пройдя подготовку в двух клубах Которые вам Определить жребий Получат право там Сразиться с Более-менее равным себе по силам Соперником Мы будем подбирать По опыту По физическим кондициям По навыкам По стажу занятий По профессиональным правилам ММА Клетки На Ну там Соревнованиях Которые мы будем проводить В ближайшее время Выпьет вверх И все сфотографируется И дальше Понятно Сделать Комплекс специальных упражнений Который состоит из Десяти отжиманий Десяти пружинок Это Когда вы упор лежа Принимаете И колени в грудь Понимаете? Все что такое Да? Потом Десять приседаний Десять раз пресс Делаете Десять приседаний С выпрыгивания На множе Бурпит По-английски называется Ну только Без отжиманий Ну не пол Поседаний К лобковке Десять минут Без остановки Вам минимум Нужно будет Выполнить Восемь кругов Кто не выполнит Восемь кругов Соответственно Автоматически На первом этапе Нашего отбора Отсыпался Да Потом у вас Будет Раунд боя С тенью Чтоб Ребята Смогли оценивать Уровень Вашей ударной Подготовки Потом Раунд боя С тенью Там В формате Борцовском Где Также Ребята Вам Попросит Подемонстрировать Имитацию Проходов В ноги Борцов Сверх Захватов Махваты Подхваты Кочергая Бедро Что у вас Есть В арсенале Вам это Зачем Надо Мне Зачем Это Надо Как Понять Зачем Я Люблю Спорт Поэтому Вот Это Ту движуху Мы создали Для Молодых Бойцов Чтобы Они Показали Себя Справили Конечно Обязательно А вот Смотрите Они Будут К вам На Свои Тренировки А если Начнут Халтурить Прогуливать Будете Отчислять Будем Выгонять А если Вы Всех Выгоните Кто Останет Всех Не Выгонят Останутся Сильнейшие Александр А будет Какая-то Отдельная Тема Подготовки Ребят Ну да Мы составили Хороший План Подготовки У нас Будет Месяц Чтобы Сделать Из них Крутых Бойцов А Месяц Не Мало Я думаю Достаточно Смотря Какие Ребята Смотря Какая У них Подготовка А Почему Девчонок Нет Не знаю Честно А если Были Бы Взяли Бы Конечно Я Подумаю Пробно Защит Левочки Кливочки Подходим Кливочки Колесник Мишка Симонова Кивелев Синтандер Тяги Отжимания Один Пружина Квальц Потом Книжка И обычное Проседание Цвет Нормание Не должно Быть Ну все, ребята, поехали. Чем все закончится, узнаем скоро. Упор лежа. Запомните эти красивые лица. Посмотрим, что будем снимать через 10 минут. Делай, делай, я тебе скажу. Тебя еще два. Тот случай, когда неловко, что ты стоишь и ничего не делаешь. Пойти что ли тоже поприседать, а вдруг попаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стань, походите. Стань, походите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаете демонстрировать красоту кунг-фу вашего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше инструктор будет говорить, чем побить там. Руками, ногами, коленями, локтями. Работа по стене. Все знают, что это такое. Кто не знает, посмотрят в двоевиках. Локтями, больше локтями работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пригласить ребят, которые вообще быстро спорта, да, из серии СОТОР. Да, но они не вылезли. Ну, конечно, хотел сказать, как бы они это прошли вы. Они бы как-то это прошли. Тут важнее морально-волевые качества, на самом деле, чем так. Кто-то ноги, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас узнаем, у кого какое кунг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После 10 минут ада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оценки за ударную технику выставили все? Да. Иван? Да. Все, отдыхаем 2 минуты вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая теория, это про болезнь. Что врача? Покажи. Там 15-20 секунд. Вот и техника в партере, они в парах делают или как? Ну, что-то можно в воздухе показать. Отхваты, подхваты. Нет, вот техника в партере. А в партере, там, скажешь, там, покажи пару свипов, пару приемов болевых, каких-то знаешь. Что знаешь в партере, покажи. Спортсмены не успели перевести дух, как переходит к новому этапу борьба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что сказать, все спортсмены проявляют волю к победе. Никто не хочет уступать свое место в будущей команде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА